Эпидемия эпидемий, а в Китае автомобильные выставки проводятся уже почти по расписанию мирного времени. Казалось, что успешно перенесенный на осень пекинский автосалон собрал уже все накопленные новинки. Но нет, выставка в Гуанчжоу тоже будет источником новостей. Начнем с Хавейла, самой популярной в России китайской марки, которая на сей раз показывает не предсерийные, а уже готовые машины. Важнейший из них это компактный кроссовер Хавейл Чульянь. Забавное на русский слух имя означает «Первая любовь». Китайский юмор зазвучит объемнее, если мы добавим, что выставочная комплектация «Первой любви», та, которую вы видите, называется «Старшее издание». Машина получилась довольно компактной, понятный для нас ориентир Volkswagen Tiguan. Технически Чульянь — это типичный представитель новейшей платформы Lemon. Ее видимые приметы в салоне — цифровые приборы диагональю 10 с четвертью дюйма, проекция всевозможной информации на лобовое стекло и 12-дюймовый экран медиасистемы. Под капотом скрывается полуторалитровый турбомотор и семиступенчатый преселективный робот. Привод только передний, а другого в Китае не нужно. К тому же экспортные перспективы Чульяня туманны. И неудивительно, ведь у Хавейла получились три не просто соплатформенные, а идентичные по технике модели. Помимо Чульяня, это, разумеется, новейший Хавейл H6. Тестовую сборку этих машин уже наладили в Тульской области. Какими будут агрегаты для России, пока неизвестно, но есть намек. В Китае к полуторалитровому только что добавился двухлитровый турбомотор и полный привод. Ну а третья модель – это Хавейл Дагоу. Большая собака, так переводится Дагоу, дебютировала еще летом на автосалоне в Ченду. Несмотря на приключенческую внешность, это кроссовер с несущим кузовом и размером с Хавейл F7. Тогда мы удивились, что немаленькой машине отрядили только передний привод, семиступенчатый робот и единственный турбомотор в полтора литра. Но теперь гамму пополнил двухлитровый двигатель и полный привод. А это резко расширяет экспортные возможности. Впрочем, со всеми ведущими заявлена только лимитированная версия тиражом 1699 экземпляров. Назвали ее по-восточному «вычурно». В переводе – китайская сельская или пастушья собака. Что это за порода, мы не знаем. Учитывая, что животноводство развито только в западных регионах Китая, а для выращивания риса или чая никакие пастухи не нужны, трудно отделаться от мысли, что китайцы шутят. И продажи полноприводного Дагоу в самой Поднебесной, дальше лимитированной серии не зайдут. Но зачем тогда в принципе делать версию 4х4? Выходит, что на экспорт. А купили бы вы такой Хавейл в России? Расскажите нам в комментариях.